599 день войны и свежая несводка у россии большие проблемы под авдеевкой где она начала широкое наступление даже z каналы уже сильно разочарованы в действиях российских властей не все но часть из них что об этом говорят с российской страны что об этом говорят с украинской страны что об этом говорят американские представители которые наблюдают за всем российским наступлением на этом участке фронта об этом поговорим сегодняшний несводки но есть и второе направление купинское направление где россия также продолжает свои атаки и там она судя по всему теряет большое количество людей по крайней мере об этом сообщают родственники мобилизованных которые бьют в набаты говорят что информация о раненых и убитых приходит практически каждый час черноморский флот россии все более неуверенно чувствует себя в черном море несмотря на беспрецедентные меры по обеспечению безопасности предприняты российским флотом все еще есть пробитие по кораблям все еще невозможно полностью обеспечить безопасность это заставляет россию несколько менять количество техники вот количество черноморского флота в черном море и соответственно вынуждает ее действовать не так как она бы хотела но и армения арестует владимира путина если путин заявится в армению еще вчера он говорил что обязательно это сделает в какой-то момент но теперь уверенности в этом я думаю нет уже ни у кого потому что армения радифизировала римский статут и теперь если владимир путин появится на территории страны то его будут вынуждены арестовать обо всем этом сегодняшний не сводки о многом другом ставьте лайки пишите комментарии подписывайтесь на канал все это помогает ее продвинуть смотрите до конца сегодня много интересного и поддерживайте канал на патреоне ссылка будет в описании ваша финансовая поддержка помогает каналу продолжать существовать заранее извиняюсь я немного приболел поэтому могу гнусаве чуть больше обычного не серчайте институт изучения войны рассматривать ситуацию под авдеевкой напомню россия начала там несколько дней назад широкомасштабное наступление задействовать на авиации артиллерия танковые колонны и в целом колонны бронетехники огромное количество личного состава авдеевка находится близко к донецку это самый наверное глубокий в донецкой области укреп район в ссу который держится там с 2014 года и который россии уже 9 лет пытается взять но никак не получается решительное большое наступление было объявлено россии в первый день российские z-блогеры очень радостно его встречали говорили как здорово как круто смотрите как классно мы работаем но чем больше дней проходит тем меньше энтузиазма у них появляется потому что россия не смогла продвинуться как-то значительно вперед и взять авдеевку в окружении именно это они пытаются там сделать а при этом потери которые есть у российской страны достаточно большие российское информационное пространство по-прежнему разделено по поводу перспектив российских успехов под авдеевкой и текущих возможностей украины сообщает институт изучения войны геолоцированные кадры опубликованные 13 октября показывают что российские войска незначительно продвинулись к северу от авдеевки дополнительные геолоцированные кадры опубликованы 14 октября то есть уже вчера показывают что российские войска также продвинулись к югу от авдеевки однако продвижения эти достаточно маленькие и не могут сыграть ключевую роль в нынешнем российском наступлении Некоторые российские источники, такие как «Рыбарь и два майора», последние два дня говорят, что украинские оборонительные укрепления представляют собой серьезную угрозу наступления России в районе Авдеевки. Юрий Евич – это такой российский врач-садист, который недавно был в центре внимания в российской затусовке, потому что его даже хотели посадить, но в итоге не стали. Он указал, что российские проблемы с медицинской поддержкой также препятствуют российскому наступлению в районе Авдеевки. Он также добавил, что в оккупированной Горловке и городе Донецке под Авдеевкой наблюдается нехватка хирургов и призвал российских врачей поехать на фронт, чтобы помочь лечить раненых российских солдат. Представитель Таврийской группировки войск Украины полковник Александр Штукун аналогично заявил вчера, что большинство российских потерь на Авдеевском направлении связано с некачественной медицинской помощью и неработоспособностью местных больниц. То есть Россия не успевает спасать своих солдат. Это проблема, которая существует не только сейчас у российской страны, но уже на самом деле довольно давно. Золотой час, вот тот самый первый час, в который после получения ранения нужно солдата эвакуировать, перебинтовать, перевязать, в зависимости от того, что с ним случилось. Вот этот золотой час, российские военные постоянно жалуются, что он полностью, как сказать-то без мата, полностью теряется врачебным персоналом, потому что врачи не готовы ехать под рисковые позиции, потому что нет протоколов выработанных нормальных, точнее протоколы-то есть, просто их никто не соблюдает. Короче говоря, что у России большое количество потерь, связанных именно с тем, что не спасают просто раненых. То есть раненые превращаются в убитых или в тяжело раненых. Собственно, запал российских Z-каналов по поводу Авдеевки, он снижается все больше, не буду цитировать все из них. Надо, опять же, справедливо стирать и сказать, что часть канала все равно продолжает говорить, да, Авдеевка, мы точно возьмем. Ну вот, например, что пишет военный осведомитель, довольно большой Z-канал, не из там маргинальных мелких, а из больших. Вот что он написал у себя в блоге буквально вчера. По Авдеевке. Крупномасштабное наступление по меркам последнего года, развернутое одновременно на северном и южном направлениях от Авдеевки, пока что принесло довольно ограниченные тактические результаты. Из того, что известно, на юге удалось продвинуться к окраинам северного, а на севере выйти к Террикону и ЖД перед Степовым. Многим хотелось бы услышать конкретное обвинение, но причиной тяжелых потерь и длительных боев является не только привычная всем Мурадовщина. Мурадовщина имеется в виду генерал Мурадов, который проводил наступление на угледарском направлении минувшей зимой, где он посылал большое количество российских военных без всякого прикрытия просто на штурм угледара, и это привело вообще ни к чему. И в результате, собственно, российские войны не захватили, к счастью, угледар, но зато понесли огромные потери в живой силе и в технике. А в основном продолжает военный осведомитель местность, на которой приходится действовать и подготовленность оборонительных позиций противника. Направление ударов представляет из себя открытые заминированные поля, разделенные между собой посадками, страншеями, опорниками и противотанковыми расчетами ВСУ. При этом объективный недостаток огневых средств, их слабая концентрация взаимодействия между собой, помноженные на протяженность и укрепленных позиций противника, не позволяют целиком изолировать район боевых действий от подхода резервов и подавить огонь противника. На данный момент вооруженные силы Российской Федерации оказались в ситуации аналогичной наступлению ВСУ в Запорожье. Езда колоннами является вынужденной мерой в условиях сплошных минных полей, а каждый пройденный метр дается большими усилиями и высокой ценой. Если в Запорожье ВСУ по одному брали по несколько недель и месяцев села протяженностью несколько сотен метров километров с одноэтажной застройкой, то Авдеевка представляет из себя 10-километровый город с многоэтажным районом и несколькими промзонами. К слову, очередной раз любители заранее объявлять о свершившихся окружениях, котлах, глубоких прорывах и громких победах оказали всем медвежью услугу. Как вы видите, настроение потихонечку меняется. Опять же, пока это не мейнстримная, большая часть Z-военкоров вообще замолчала про Авдеевку, ограничиваясь скупыми сообщениями о том, что идут тяжелые бои. Но от той радости, которая была, значит, в моменте начала наступления на Авдеевку, не осталось и следа. Вообще вопрос, чем является Авдеевка, Бахмутом или Угледаром, довольно непраздный. Я попробую на него ответить в ближайшую неделю на своем канале в отдельном ролике, потому что там есть много всяческой специфики. С одной стороны, Россия действительно идет вот в эти безумные штурмы для окружения Авдеевки. То есть они идут не на саму Авдеевку, а пытаются ее окружить. Но идут по минным полям колоннами техники, идут, собственно, большим количеством вообще военной техники, которая быстро поражается. Идут на очень укрепленные позиции украинской армии. И, собственно, что может вообще из этого получиться, спросите вы. И в чем тут вопрос глобальный? Однако у России при всем этом есть поддержка авиации, в большом количестве есть поддержка артиллерии. Они, судя по всему, долго копили снаряды для того, чтобы вот в рамках Авдеевского наступления их использовать. Однако, как будто бы темп использования снарядов снижается, как будто бы возможности, которые есть у России, тоже снижаются. Есть ощущение, что они все-таки рассчитывали на какой-то быстрый блицкрик в несколько дней. И, судя по всему, ставка не сыграла. Но, опять же, к этому вопросу мы вернемся позже. Я думаю, вам не столько интересно мое мнение. Я все-таки не являюсь военным специалистом или аналитиком, сколько мнение тех, у кого это прямая обязанность. Поэтому вот что говорит Белый дом про Авдеевку. Наступление российских военных на Донбассе под Авдеевкой не стало сюрпризом. И США уверены, что ВСУ отразят эти атаки, заявил в пятницу представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Как это было и во время неудачного зимнего наступления России в прошлом году, кажется, российские военные используют тактику волновых атак. Когда они бросают массы плохо обученных солдат прямо на поле боя без должной экипировки, цитирует Кирби голос Америки. По его утверждению, Россия не бережет жизни своих военных, добровольно жертвами ради достижения своих целей. В то время как Украина эффективно и разумно воюет. Украинцы тяжело работают, чтобы отразить эти наступательные действия, добавил представитель Белого дома. Прогресс российских подразделений даже там, где он есть, выглядит очень скудным. То есть, действительно, с оценкой Института изучения войны, с оценкой моей, с оценкой Руслана, с оценкой многих независимых военных аналитиков, и даже с оценкой части Z-военкоров сходятся и слова Белого дома. Но что говорит сама Украина про Авдеевку, особенно те, кто непосредственно там находится или около самой Авдеевки? Местный глава городской военной администрации Виталий Барабаш рассказал о ситуации в самой Авдеевке, которую пытаются окружить российские войска. «Очень горячо, очень жарко», — сказал он. «Уже пятые сутки враг не прекращает ни штурмовых действий, ни обстрелов по позициям ВСУ вокруг города. Пытается город окружить. Все больше и больше новых сил перебрасывает для реализации своих задач. По городу ночь более-менее спокойно прошла. Это первая ночь после обострения, когда в городе не было ракетных ударов», — сообщил Барабаш в эфире телемарафона. Чиновник отметил, что российские военные продолжают с севера и юга обстреливать позиции ВСУ. Также продолжаются стрелковые бои. По его словам, россияне используют все имеющееся вооружение — дроны, артиллерию, танки, РСО и авиацию. «Пока в Авдеевке не могут проводить спасательно-розыскные работы», — добавил Барабаш. «По состоянию на утро 14 октября в городе оставались 1600 человек». Там Барабаш отдельно отмечал, что проблемы с эвакуацией еще связаны с тем, что люди просто не хотят уходить. Люди говорят, мы не будем уходить. Там он называл, по-моему, за 13 число 7 человек было эвакуировано. А вот в ночь с 13 на 14 или в утро один человек был эвакуирован, остальные просто не хотят. В общем, внимательно смотрим за Авдеевкой. Она тоже будет, конечно, в центре внимания на неделе, которая начнется с завтрашнего дня. Завтра, конечно, подробно обсудим и с Русланом Левиевым, происходящее в Авдеевке. Но, в общем, это, да, одно из основных точек российского наступления сейчас. И там применяются гигантские силы для того, чтобы это наступление хоть как-то могло пройти успешно. Но пока за минувшую неделю никаким успехом, мягко скажем, и не пахнет. Есть еще и Купинское направление. Там российская страна тоже пытается проводить наступление. Делает это уже какое-то время. Копило там долгое время силы. И сейчас эти силы, судя по всему, пошли вперед. Если мы берем всю линию фронта, то у нас есть, значит, Купинское и Донецкое направления, Авдеевская его часть, где российские силы пошли в наступательные операции. Есть Бахмутское направление, Запорожское направление, где украинцы идут вперед. Ну, Времевский выступ, да, это как направление между Донецкой областью и Запорожской областью. И есть еще Херсонская область, где, значит, есть высадки украинских, как это сказать, специальных групп, да, на катерах. И где Россия опасается, что вот там может быть еще одна точка, значит, через которую Украина может пойти вперед. Вот так примерно выглядит линия фронта, если широкими мазками. И давайте чуть-чуть углубимся на Купинское направление, потому что там действительно большая тоже атака идет с российской стороны. То есть Россия сейчас всячески пытается перехватить инициативу. Если послушать официальных лиц российских, типа Небензева ООН, то они в открытую заявляют, что смотрите, украинское наступление закончилось, теперь наступаем мы. Но пока сложно как-то с этим согласиться, потому что Купинское направление, там Россия и так пыталась наступать все прошедшие три месяца, не имея никакого успеха. А Авдеевское направление, да, это новое направление в этом контексте, но наступление России там идет, мягко скажем, не самым лучшим образом. Но обратим внимание на Купинское направление. Командующий сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский заявил, что российские войска в последние дни активизировали наступательные действия на Купянско-Лиманском направлении, но украинские силы подготовлены и обороняются. Сырский заявил, что российские войска ранее понесли потери, провели два месяца отдыхая и восстанавливаясь, прежде чем возобновить наступательные операции в районе Макеевки, Луганской области, а затем атаковать на Купинском направлении. Сырский заявил, что российские войска в конечном итоге стремятся окружить Купинск и форсировать реку Оскол. Собственно, да, это тот план, который рассматривался многими военными аналитиками как вполне возможный, назывался в том числе и в наших с вами не сводках, поэтому вполне представляется, что Сырский понимает этот план и понимал, наверное, довольно давно, подготавливаясь к тому, чтобы отражать эти атаки. Российские войска продолжили наступательные действия на рубеже Купинск, Сватова, Кремена и незначительно продвинулись на юго-западе Сватова. На геолоцированных кадрах, опубликованных 13 октября, видно, что российские войска незначительно продвинулись вдоль дороги к востоку от Макеевки Луганской области. Ну вот про все вот эти незначительно или значительно продвинулись, это я цитирую Институт изучения войны. Они оценивают, когда значительно, это значит, заняли какой-то достаточно важный объект или территорию, или продвинулись на большое расстояние, когда незначительно, это значит, ну, чуть прошли там где-то... Вообще, как устроены эти видео? Продвижение войск противника фиксируется по видеозаписям и кадрам войск армии, которые с этим противником борются. Ну, то есть, например, вот там появилось видео уничтожения российской БМП или БТР, и по геолокации смотрят, где именно она была уничтожена. Из этого делают вывод, что она там продвинулась. Поэтому это не самый точный механизм, есть у него свои оговорки, но, тем не менее, на данном этапе этот механизм позволяет плюс-минус оценивать, есть ли какие-то вообще продвижения на каких-то направлениях или нет. Украинские источники сообщили, что российское военное командование направляет элементы всех трех армий МП для наступательных операций на линии Купинской-Лиман. Пресс-секретарь Восточной группы войск Украины капитан Илья Явлаж заявил, что на рубеже Купинск-Лиман подразделения 1-й гвардейской танковой армии 6-й и 20-й САА ведут наступательные действия. Первую гвардейскую танковую армию я очень люблю, потому что 1-я гвардейская танковая армия – это та самая армия, которая провалилась вообще на каждом направлении, в котором участвовала. Именно там было довольно забавно, не знаю, можно ли забавно говорить в контексте войны. В общем, короче, она долго-долго восстанавливалась, и ее послали на харьковское направление аккурат перед большим харьковским бегством российской армии. В общем, она еще и там успела поучаствовать. То есть она сначала в начале вторжения участвовала, ее полностью разгромили под ноль. Она пошла восстанавливаться, вернулась, значит, на поле боя, когда вот это происходило прошлым летом-осенью, да, с Харьковской областью. И снова ее, она только вернулась, ее снова разгромили. Вот сейчас она принимает участие на Купинском направлении, будем надеяться, что ее, так сказать, анамнез не подведет. Но, как обычно и бывает, когда начались активные боевые действия и штурмы со стороны Российской Федерации, начали вновь появляться записи мобилизованных, которые жалуются на то, как используют, собственно, их для штурмовых атак. Точнее, не всегда мобилизованных, но часто их родственников. Близкие мобилизованных из Татарстана попросили не отправлять их родных на штурмы под Сватово. Умоляем помочь и спасти наш татарстанский батальон. На сегодняшний день большая часть батальона находится на штурме. Остальная часть ждет отправки со дня на день. Они несут колоссальные потери. Каждую минуту приходят сообщения о раненых и погибших. Родственники мобилизованных из Казани опубликовали видеообращение с криком о помощи. По их словам, мобилизованных используют для штурма на Сватовском направлении. Родственники сообщают, что штурмовать вместо мобилизованных должны были контрактники, но они бросили свои позиции и сбежали. Теперь осаждать контролируемые ВСУ территории вынуждены мобилизованные без подготовки и обмундирования. Мобилизованные должны быть в обороне, а не на передовой, говорит на записи обращения родственник одного из мобилизованных. Типичная довольно история. Мы, конечно, с вами это обращение разберем и в отдельном видео. И вообще, что происходит на линии фронта, в Авдеевке в частности. Все это сделаем в большом обзоре. Здесь лишь отмечу следующее. У CIT вышел недавно большой материал. Я сделал по нему тоже ролик про то, как используют мобилизованных. В общем, использование мобилизованных на передовой и в штурмах – это вообще не баг. Это фича самая настоящая. Никто не собирался использовать мобилизованных в тылу. Вообще никто. Более того, важная история. Опубликовали статистику, что 30% погибших мобилизованных, которых они нашли, это как раз погибшие на запорожском направлении во время украинского контрнаступления. То есть мобилизованными затыкают дыры. Затыкают дыры в обороне. Затыкают дыры для атаки. И, естественно, они погибают. Вот эти все рассказы родственников про то, что недостаточно... О какой обучении? О чем речь? Ну, то есть эти мобилизованные уже год на войне. Никто не собирается их ротировать. Никто не собирается их отправлять в отпуска. А ведо пушечное мясо. Чему их там обучать? Вот. Поэтому это странное заявление. Поэтому всем родственникам я бы порекомендовал, и всем мобилизованным я бы рекомендовал, сделать все возможное, чтобы эти мобилизованные покинули линию фронта. Собственно, перестали убивать украинцев. А тогда шанс на то, что их жизнь сохранится, сильно вырастет. А те, кто задумывается о том, чтобы пойти вот по нынешнему призыву в армию, пойти на контракт, или когда объявят мобилизацию, пойти по мобилизации. Вот всем им я рекомендую ознакомиться с бесконечными заявлениями родственников, самих мобилизованных, с профильными форумами в России, где, собственно, жены мобилизованных жалуются на то, что происходит с их близкими людьми. Вот я очень рекомендую к этому всему присмотреться, потому что это ошибка, которая будет стоить вам не только совести и чести, но и жизни. И это нужно понимать. В конце концов, можно сдаться в СУ, опять же, все... Вот я никогда не делаю обзоры на видео с пленными, потому что, ну, то есть мой базовый принцип, что человек, который находится в плену, военнопленный, неважно, у кого он находится в плену, кто находится в плену, вообще неважно. Важно, что мы не можем ориентироваться на слова этого человека, потому что этот человек находится в ситуации, когда там буквально за камерой может стоять человек с пистолетом, или что угодно еще. Поэтому я лично, вы можете, я не могу ориентироваться на их слова. Но все видео с пленными, все разговоры с пленными, вот российскими пленными в украинском плену, ну, то есть военнопленными российскими, блин, они все румяные, откорбленные, ну, то есть, как бы, очень сложно мне представить, что как-то над ними издеваются. Я помню, Россия несколько раз вкидывала попытки рассказать, что, значит, как-то вот жестко-жестко издеваются над российскими пленными в украинском плену, но все эти слова не нашли никакого подтверждения. Там Анастасия Кашварова какой-то странный видос кидывала, где все обклеено какой-то клеенкой и все такое, но этому вообще не было дано никакого хода. Нет, есть отдельные истории, которые мы с вами знаем, при захвате на военнопленных, когда там кого-нибудь рука дернется, кто-нибудь выбежит из-за этого, из-за там стены, естественно, там нервы не справляются. Но вот с теми, кто уже попал в плен, я не видел никаких трагических историй и все вот эти вот байки про то, что там кому-то что-то отрезают, только с российской стороны мы видели такие подтверждения. Это как раз украинские военнопленные в российском плену, они действительно после плена выглядят чудовищно и ужасающе. Это я все к чему? Это я к тому, что у мобилизованных, у немобилизованных, у любых российских военных всегда есть выбор, всегда есть выход. Вы можете сдаться в плен, вы можете еще и денег на этом заработать, если с собой технику какую-нибудь привезете. Опять же, Россия вводила какой-то закон про то, что значит вот в плен можно сдаваться только когда уже совсем все плохо, но этот закон так и не начал действовать. Ну, в смысле, он формально начал действовать, но непонятно, что он вообще под собой подразумевает, и пока мы не видели ни одного его применения. Поэтому это вполне себе разумный вариант развития событий. Если вы хотите сохранить свою жизнь, если вы хотите сохранить жизнь своего родственника, имейте в виду, что не воевать за армию агрессора, не воевать за армию, которая уничтожает города, которая уничтожает мирных граждан, делает это в огромных масштабах уже 599 дней, это единственно возможный верный выбор. Перед сложным выбором стоит и Черноморский флот России, потому что ситуация хоть и становится не такой печальной, как была несколько недель назад, но все еще тревожной для российской стороны. Что там происходило? Вы помните, что вот несколько недель назад были прям массированные комбинированные удары по российскому Черноморскому флоту, уничтожена подлодка, уничтожен, значит, БДК, уничтожено там в Евпатории было С-300, С-400, был нанесен удар по штабу Черноморского флота, ну и так далее и тому подобное. То есть довольно активно все это было. Судя по всему, Россия перевела часть ПВО туда. Судя по всему, Россия усилила, попробовала, по крайней мере, усиливать морские заграждения, но это особо не дает серьезных успехов, потому что продолжаются и попытки огневого поражения российских кораблей, в том числе успешные. Черноморский флот России, пишет Институт изучения войны, сохранит часть кораблей на своей главной военно-морской базе в Севастополе на фоне ударов Украины по российским кораблям, поскольку главный сухой док ВМФ России на Черном море находится именно в Севастополе. При этом вот вчерашняя история с российскими кораблями начала потихоньку проясняться. Помните, я вам говорил, что СБУ настаивали на том, что Павел Державин был 11 октября поражен, а, соответственно, другой корабль, как он там, Буян или что-то такое, ракетонесущий, был поражен вчера. Точнее, 13-го числа. А ВМС Украины в свою очередь заявили следующее, что российский потрубный корабль Павел Державин был поражен дважды, а кроме него повреждение получил буксир профессор Николай Муру. Об этом украинской правде сообщил спикер военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук. По его словам, после атаки корабль Павел Державин перебрасывают из Севастополя. Представитель ВМС сказал, что у него нет подтверждения информации, которая ранее распространила СБУ о том, что в ходе атаки был также поврежден носитель крылатых ракет «Буян». Плетенчук отметил, что ведомство пока не раскрывает другие детали операции. Напомню, что накануне источники украинских СМИ в СБУ сообщили, что 11 октября силы ведомства ММС Украины атаковали потрубный корабль Черноморского флота Павел Державин вблизи Севастополя, и что в результате атаки он получил повреждение. А, собственно, 13 октября получил повреждение ракета несущий корабль «Буян». Но Плетенчук отмечает еще несколько интересных деталей, что российские войска продолжают использовать севастопольскую базу, поскольку в других портах тупо физически не хватает причалов для приема судов. Поэтому хочет Россия, не хочет, ей особо суда уводить некуда. По крайней мере, часть из них. То есть, часть они отвели в другие, значит, кто в Новороссийск, кто еще куда, а часть остается там. Штаб-квартира Черноморского флота и основные объекты, включая Сухой Док, расположены в Севастополе. Поэтому российский ВМФ должен отправить несколько кораблей на ремонт в зону действия украинских ударов, отмечает он. Министерство обороны Великобритании, в свою очередь, вчера сообщили, что, вероятно, Черноморский флот усилил свою оборонительную позицию после многочисленных ударов Украины по объектам Черноморского флота в августе и сентябре 2023 года. Поможет ли это им? Черт его знает. Но эффект от этого есть уже сейчас. Не от того, что Россия усилилась, а эффект от того, что Украина фактически без флота, сравнимого с российским, выиграла битву за Черное море. Спокойно ходят торговые суда по коридору без всякой зерновой сделки. В порты Одессы по временному коридору, открытому Украиной в Черном море, идет очередной караван из трех судов, сообщил Центр транспортных стратегий Украины. Всего, по данным украинских властей, временным коридором уже воспользовались 29 судов, прибывших в порты Одессы. 21 судно уже вышло из украинских портов. В июле Россия в одностороннем порядке, напомню, вышла из зерновой сделки, а Минобороны РФ фактически назвало военными целями все суда, следующие по Черному морю в украинские порты. После этого Украина объявила о временных коридорах в Черном море для торговых судов, следующих в украинские порты и из них. Как вы помните, тогда я говорил, что Путин, скорее всего, вернется в зерновую сделку под давлением Китая, под давлением Эрдогана. Это была ошибка, потому что нам не хватало вводных. Кто мог подумать, что Украина без флота сможет зашугать российский флот настолько, что он побоится вообще выходить из своей бухты или, по крайней мере, совершать какие-либо агрессивные действия в отношении торговых судов. Да, мы помним, когда пошло одно торговое судно, Россия там что-то вертолет на него высадила, начала рассказывать, что все, мы теперь шмонать будем все и всех. Выпустила вот это заявление, что любое судно будет считаться военным, но после того, как Украина продемонстрировала, что она готова спокойно уничтожать российские корабли, причем в масштабах, которые российскому Черноморскому флоту и не снились, оказалось, что зерновая сделка-то не особо и нужна, что Украина вполне себе может обеспечивать безопасность торговых судов, это безусловно очень хорошая новость. Поэтому да, признаю, был неправ, что будет вернется в зерновую сделку, потому что не думал, что зерновая сделка нафиг будет не нужна Украине. Оказалось, что действительно Украина способна без флота полноценного уничтожать российский флот, чего только не происходит в этой войне. Кстати, помимо флота, который морской теперь есть у Украины не в привычном понимании, а в понимании морских дронов, Си-Бэйби и прочие замечательные безэкипажные катера, Украина еще хочет наращивать безусловно и свою авиацию, потому что я напомню, что авиация это большая-большая проблема, которая существует у украинской страны. Меня сейчас спрашивают, Майкл, ты говоришь, что у российской армии все плохо, значит, что российские солдаты демотивированы, что они там без ротации хреново воюют, что у них проблемы со снарядами, что постоянно жалуются мобилизованным и прочее. А что же тогда Украина не победила еще? Я этот вопрос понимаю, но он мне кажется довольно странным, если вы следите действительно за сводками или за несводками, или в целом за моим каналом. Потому что мы говорим о несравнимых на данном этапе армиях. Ну то есть как, они с точки зрения военного потенциала уравнены сейчас, но как раз за счет того, что российская армия намного менее эффективна и имеет огромные проблемы с офицерским составом, с мотивацией бойцов, с обучением и с принятием решений. Ну то есть если бы российская армия со своим флотом, со своей авиацией, которые не то что на порядке больше, чем у украинской страны, со своими дальними ракетами, если бы при всем этом у России были бы нормальные генералы, которые нормально бы отдавали приказы, замотивированные солдаты, нормальная ротация, обеспечение, собственно, командование не для галочки, а которое действительно было бы талантливым, то, ну я боюсь, украине было бы сильно сложно. Я боюсь, что, скажем так, ситуация на фронте выглядела бы сильно иначе. Как раз все вот эти минусы, которые есть у российской армии прямо сейчас, они нивелируют боевое преимущество чисто техническое, которое у российской страны есть. Все эти бесконечные самолеты, ракеты, калибры, ониксы, Х-101 и прочее, 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 все это нивелируется, ну как нивелируется, не нивелируется, она все еще есть, но эффективность этого уменьшается из-за того бардака, который есть в российской армии, из-за того, что военные демотивированы, из-за того, что генералы идиоты. Будем надеяться, что так и будет оставаться, по крайней мере, вот за год и восемь месяцев войны мы не увидели механизма, который мог бы поменять российскую армию в более эффективную сторону и, надеюсь, что не увидим. Да, то есть мы видели, что в обороне они действительно могут стоять, да, когда они бегут сверкая пятками, ну, это, собственно, к сожалению, стоять в обороне, даже для российской армии, это задача про лопаты, а не задача про мотивацию, про принятие решений, про лопаты и мины. Вот, поэтому, да, все вещи, о которых в том числе я рассказываю о своем канале, это вещи, которые обеспечивают военный паритет на линии фронта на данном этапе. Для того, чтобы Украина смогла преодолеть этот паритет, для того, чтобы Украина смогла стать сильнее российской армии, нужна масштабная поддержка, в том числе с самолетами. И вот здесь есть хорошая новость, обучение украинских военных на F-16 начнется совсем скоро. Сообщается, что это случится прямо на следующей неделе, что вот уже вот сейчас начнется неделя, и на ней украинские силы начнут обучение использования истребителей F-16 в США. 13 октября издание «Политика» сообщило, что анонимные официальные лица США заявили, что небольшое количество украинских пилотов начнут обучение истребителям F-16 на следующей неделе на авиабазе Национальной гвардии «Моррис» в Аризоне, после завершения обучения английскому языку на базе ВВС «Лэклэнд» в Техасе. Как вы помните, там была проблема, что перед тем, как обучить, значит, на самих самолетах, нужно было украинских пилотов обучить английскому. Там что-то говорили, то трехмесячный, то двухмесячный, то четырехмесячный курс. И мы вот с Русланом все следили, типа, когда уже эта свистопляска закончится, когда уже хотя бы обучение начнется, для того, чтобы мы смогли точно понять по срокам, когда F-16 вместе с обученными украинскими пилотами смогут появиться в Украине. И вот то, что на следующей неделе уже начнется это обучение, это очень хороший знак. То есть сроки, которые называла Дания про весну 2024 года, они вполне реальны. Прилет F-16 не изменит положение кардинально, но он как минимум даст Украине больше возможностей взаимодействовать с российской авиацией ВОЗ. Как взаимодействовать? Уничтожать ее к хренам с собачьим. Ну и напоследок, международная политика вообще давно хотела сделать ролик про то, как Владимир Путин теряет союзников, в том числе, как он полностью проиграл Армению. Просто вот, ну все, почему-то многие, не все. Многие думают, что Путин какой-то 4D, блин, геостратег, шахматист. Но на самом деле все его действия приводят лишь к одному результату. Отворачиваются союзники и прибавляются врагов. Армения стала одной из таких стран. И вот как раз вчера, по-моему, вчера, вчера или позавчера, нет, позавчера, значит, проходил саммит СНГ, где Владимир Путина спрашивали про отношения с Пашиняном, с Арменией. Он говорил, отношения прекрасные, все замечательно. Его спрашивали, приедет ли он в Армению. Он сказал, когда-нибудь обязательно в скором времени приеду. Может быть и не в скором, но тем не менее приеду. И вот буквально на следующий день после этого, то есть вчера Армения ратифицировала римский статут Международного уголовного суда. То есть теперь, в случае приезда Владимира Путина в Армению, Армения обязана арестовать президента России. Ну как президент, самоназванного президента России, диктатора. Вонючего. Ордер на арест выдан МУС, как вы помните, за депортацию украинских детей. То есть Владимир Путин является обвиняемым. Он вызвал в суд. И любая страна, которая ратифицировала римский статут, обязана при появлении там Владимира Путина арестовать его, взять под белорученьки и, собственно, направить его на заседание Международного уголовного суда. Он еще не является признанным виновным. Судебного заседания еще не было. Но, соответственно, естественно, либо въезд в Армению ему закрыт, либо придется что-то придумывать. В общем, будет довольно проблематично. Недавно Владимир Путин столкнулся с этим в ЮАР, где проходил саммит БРИКС. И Владимир Путин долго кичился и говорил, да, мы приедем обязательно, обязательно я приеду, я приеду. Мне ничего не страшно, говорил Владимир Путин. Немножко с другой интонацией. Я, понятно, чуть издеваюсь. И, собственно, ЮАР сам, руководитель ЮАРа говорил, что давайте поменяем, вообще откажемся от Римского статута, чтобы, не дай бог, нам не пришлось Владимира Путина арестовывать. Но в итоге парламент там с этим не согласился. Там не то, чтобы прям совсем демократичная страна, но, тем не менее, влияние определенное есть. И, короче говоря, Римский статут, точнее, осталось в ЮАР ратификация Римского статута. Они не стали отказываться и выходить из всего этого. И Владимир Путин наступал там по скайпу, ну, как бы, по видеосвязи. Вот, поэтому, судя по всему, все больше стран закрыто для Владимира Путина. Что удивительно, я думал, то для меня Армения закрыта, потому что Армения, так сказать, ну, она военный партнер России. Я думал, что мне в Армению довольно опасно. И поэтому, несмотря на то, что у меня там есть много друзей, есть места, которые я хочу посетить, я в Армению пока не издок. Но оказывается, что я не один такой. Теперь Владимир Путин в Армению не издок. Это, пожалуй, единственное, что нас с ним объединяет. Ну, а с вами был Майкл Накер. Спасибо большое, что посмотрели. Еще раз, извините за гнуса. Да, я вас немножко болею. Наверняка вы будете писать приятные пожелания. Я не буду говорить, что их неприятно читать. Их очень приятно читать. Но еще и буду благодарен за лайк, подписку на канал и за подписку на Патреон. Это хороший способ финансово поддержать канал. С вами был Майкл Накер. До скорых встреч. Всего доброго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok